Девушки отдыхают Вы увидите мир водного спорта со всех сторон 35-й Кубок Америки Австралийцы претендуют на новый рекорд, несмотря на общенациональный упадок духа Миг Фанинг получил вторую победу в туре Ассоциации серфинга на соревнованиях J-Bay Open в Южной Африке Виктор Фернандес и Даида Морена победили в этапе тура по виндсерфингу в Позо Подробности у Люции Мэтт Бауэр Высококлассные гонки в Барселоне Себастьян де Стрэмо взял эксклюзивное интервью у Франческо Бруни, мирового чемпиона в 12-метровом классе Битва Титанов в Хельсинки Обладатели титулов в классах 49er и 49erFX подтвердили свое первенство NC Sports всегда в курсе событий Когда команда Австралии решила стать претендентом на 35-м Кубке Америки, никто в мире не остался равнодушным Это событие стало знаковым для всех в Южном полушарии Ведь австралийцы были готовы показать, что не зря считаются поистине морской нацией Здесь ценят традиции Команду поддержал местный меценат Боб Оутли В роли капитана на этот раз решил выступить действующий олимпийский чемпион в классе 470 Мэтт Белчер Хотя с австралийцами не выступают суперзвезды вроде Джимми Спитхилла или Томас Линксби, они были готовы показать себя Поначалу всех беспокоила задержка при публикации протокола 35-го Кубка Америки Однако и в самом тексте нашлись причины для тревоги Всего пару недель назад стали поступать сведения о том, что даже новозеландцы из Эмирейтс рассматривают вариант не участвовать в Кубке Гранд Далтон выступил с открытой критикой Наконец, в недавних списках возможных мест проведения финала появились Бермудские острова и Сан-Диего Это стало последней каплей для австралийцев в их переговорах с Oracle Racing Team Согласно официальному заявлению, предполагаемые расходы существенно превысили изначально запланированные инвестиции К тому же подобная информация появилась через несколько дней после встречи претендентов в Лос-Анджелесе на прошлой неделе Во время которой несколько команд постоянно обращали внимание на отсутствие точного места проведения Кубка Называя это серьезным финансовым недостатком Две команды уже официально подтвердили участие в Кубке Луна Росса и Артемис Рейсинг Командам Эмирейтс и Бритиш Челлендж Бена Эйнсли еще предстоит зарегистрироваться Но ожидается, что они будут в списке к 8 августа Это последний день, когда можно внести вступительный взнос в размере 2 миллионов долларов США От команды из Франции легендарного Франка Кама нет вестей Сейчас они лидируют на втором отрезке Тур-Вуаль Больше новостей в следующих выпусках Может быть австралийцы оставили парусный кубок американцам, но они стали лучшими на соревнованиях J-Bay Open на прошлых выходных Лучшие спортсмены стали лидерами Оба чемпиона мира Миг Фаннинг 2013 и Джоэл Паркинсон 2012 Австралийцы прибыли в Кугу на восточном побережье Южной Африки и обошли всех В четвертьфинале выступило 5 человек из их сборной По другую сторону баррикад тройку своих лучших спортсменов выставили бразильцы Медина, Де Суза и Мюнис Но этого оказалось недостаточно Австралийцы отрезали им все пути в полуфинал Волн было много, они были достаточно высокими Лучшей погоды для соревнований J-Bay Pro нельзя было пожелать Миг вышел в финал, оставив позади Оуэна Райта со счетом 17-12,5 А Парко оттеснил Мэтта Уилкинса со счетом 18-83 против 15-55 В финале Фаннинг был на высоте Он получил девятку за отличную двойную бочку и до самого конца держал Паркинсона в напряжении Финальный счет составил 17-0 и 13-60 Сезон чемпионата мира достиг своей кульминации Ситуация в мировом рейтинге весьма любопытна По-прежнему лидирует Медина, но Фаннинг, Парко, Барроу, Бурес совсем рядом На шестом месте, что не так уж и далеко по очкам, Келли Слейтер Следующий этап тура среди мужчин пройдет на Таити Соревнования Билла Бонг Проти Ахупу состоятся в середине августа Но сначала нас ждут соревнования среди женщин в Калифорнии Вэнс Про Классик Не пропустите наши следующие выпуски Наши съемочные группы внимательно следят за чемпионатом ассоциации виндсерфинга Люция Мэтс Бауэр отправилась в поза на праздник ветра и волн Первый этап всемирного тура на Канарских островах Испания снова показала отличный результат Виктор Фернандес благодаря высоким волнам в пятый раз стал победителем Даида Морена стала лучшей среди девушек, обойдя свою сестру, победившую в 2012 году Я не могу поверить, это потрясающе Ветер такой сильный Всю неделю до самого последнего дня вода была спокойной, а ветер непредсказуемым Здорово начинать сезон с победы Финал против Рикардо получился прекрасным Тебе удалось посмотреть его выступление? Не совсем, я старался сосредоточиться на своем выступлении, заниматься своим делом Я чувствую себя уверенно в позу, часто здесь катаюсь, здесь я на пике формы Ты выиграла на глазах у местных болельщиков и своих родных Каково это? Эта победа стала особенной? Да, безусловно, для меня это было очень важно К тому же в финале я выиграла у своей сестры Я знаю, что ей трудно выступать на том уровне, на котором ей хотелось бы Все-таки погода была сложной Я старалась изо всех сил с самого начала И очень устала к концу попытки Но я очень старалась Неделя была длинной и утомительной Мы все очень устали после длинной недели Вы можете посмотреть на соревнования крупным планом Мы подготовим для вас получасовой отчет уже осенью Люция Мэсбауэр расскажет о неожиданностях, разочарованиях и мнении лучших спортсменов из БОЗО Все это только на Nautical Channel Добро пожаловать в Барселону Мы находимся на борту лодки Икра И сегодня у нас особенный гость Его зовут Франческо Бруни Прекрасный итальянец с голубыми глазами И он настоящий чемпион Франческо, добро пожаловать Спасибо Франческо, ты капитан на мировых соревнованиях в классе 12 Это настоящий прорыв Это удивительно У господина Бертелли, хозяина команды Прада, две лодки класса 12 Одна из них винтажная, не Алла Господин Бертелли попросил меня приехать сюда, собрать команду и выиграть чемпионат Это было здорово Раньше я не выступал на деревянной лодке Ощущения совсем другие Вы лидируете в чемпионате? Да, мы впереди Лодка отличная Да и команда прекрасно справляется Нам все еще не хватает двух дней, но в остальном все отлично Франческо, эти лодки из другой эпохи Самым новым по 50 лет Самым старым по 80 В чем разница с точки зрения скорости? Я удивлен, я думал этот класс сильно отличается по скорости Я думал, что исход гонки определится по скорости, но каждый раз, когда ты допускаешь ошибку, за это приходится дорого платить Это битва отличных лодок, и я рад, что вы с нами и можете это оценить Какими будут последние два дня, как ты думаешь? Нас ждет кое-что интересное Французская команда выступает на более современной лодке, а у нас будет винтажная лодка На самом деле при такой погоде лодки выступают почти одинаково Я верю, что нас ждет напряженная борьба за награду в Барселоне Здесь выступят два класса, и мы отстаем всего на одну очко Франческо, большое спасибо Мы желаем тебе удачи и победы на чемпионате И победы на этой неделе Большое спасибо После длившейся целую неделю регаты, Ниала стала лучшей в классе винтаж Икра получила первое место на чемпионате в общем зачете после шести побед в восьми гонках Действующие чемпионы Европы удержали свои титулы на недавнем чемпионате Европы в классах 49er и 49er FX в Хельсинки, Финляндия На короткой дистанции дул порывистый ветер от 14 до 18 узлов Ида Мари Нильсон и Мари Олсен выступили лучше всех в финале класса 49er FX Всемирная федерация парусного спорта выбрала новые женские скифы для официальной программы игр в Рио Однако на их пути к победе было две опасных команды Чемпионки мира Алекс Малоуни и Молли Мич из Новой Зеландии И новенькие Мартина Граэль и Каэна Кунца из Бразилии Однако датчанок было не остановить Сначала они заняли шестое место и выиграли в последних двух гонках, получив золото и чемпионский титул Бразильянки также отлично выступили в финале и стали третьими в последних двух гонках, получив в общем рейтинге тот же результат, что и новозеландки Благодаря отличным результатам Мартина и Каэна получили в Хельсинки серебро, а Алекс и Молли досталось бронза Подобным образом сложилась ситуация и у мужчин Они выступали при сильном ветре Действующие чемпионы Пит Бёрлинг и Блэр Тьюг из Новой Зеландии в финале бросили вызов олимпийским чемпионам Нейтану Аутер Риджу и Иену Дженсену из Австралии Австралийцы стали десятыми в первой гонке, их лодка переворачивалась, у них рвалась оснастка, в итоге им пришлось забыть о первой тройке А Бёрлинг и Тьюг стали лучшими с результатом 1-3-1 и получили золото Эрик Хайли и Томас Плёссель получили серебро Бронза отошла Аллану Сайну и Дилану Флетчеру из Великобритании Узнайте о том, как прошел чемпионат Европы в классах 49er и 49erFX в Хельсинки Вас ждут подробности о каждом дне и интервью с профессионалами Смотрите наш специальный выпуск Только на Nautical Channel NC Sports Всегда в курсе событий Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует...